обзор на наш номер в отеле папилло наиша номер стандарт land view в номере уже живем просто после уборочки номер не очень большой номер располагается двуспальная кровать еще дополнительное спальное место номер светлый не очень новый но все чисто все прилично есть мини-бар пополнение мини-бара ежедневная безалкогольными напитками плюс пиво номере есть большой стульчик в каждом номере есть балкончик или лоджия из сушилка вот так выглядит у нас land view вид на соседний отель корнелия и вот там даже видно немножко моря номер небольшой по площади не очень много места чайный кофейный набор номере небольшой телевизор без флешки без hdmi и так выглядит санузел одна раковина набор генеральных принадлежностей фен старого формата туалет и душевая в каждом номере есть халатики для вещей не очень много места это один вот такой вот шкафчик здесь же сейф немного территории отеля папиллона иша здесь расположен центральный холл входная группа с поздравлениями к новому году и здесь ресепшн ресепшн центральный лобби-бар который работает 24 часа ресепшн центральный лобби-бар который работает 24 часа здесь находится винная комната и выходим на территорию здесь есть одна зона где запрещено курение лобби-бар можно спокойно сидеть а вот здесь сидит отдельная зона где можно курить территория отеля очень компактная продуманная уютная ухоженная постриженные все газоны деревья территория отель состоит из одного основного корпуса выполненного как бы буквы г вот как раз мы на него и смотрим номера соответственно прямые есть на море боковые на море и land view на соседний отель и на окрестности и мы направляемся на пляж отель находится на первой линии у него свой собственный пляж здесь зона для йоги проводятся занятия в летний сезон здесь же ближе к пляжной зоне проводятся анимационные мероприятия в сезон подальше от корпусов так чтобы не мешать отдыхающим здесь же еще один бар и и так и и и Продолжение следует... Здесь в летний период находится снэк-ресторан. На данный момент, так как низкая загрузка, он закрыт и не востребован. Также здесь находится пляжный бар. Зона, где пекут гюзлюме, лепёшки, где можно посидеть. И вот мы добрались до пляжа. На пляже есть кабинки для переодевания, естественно, души. Здесь на пляже общины леса. Также на пляже есть детская площадка. Пляж выстилают вот такими настилами. Так как на данный момент мало народа, их просто убрали. В отеле есть свой пирс на зимний сезон. Он разобранный, так как бывает шторма, плохая погода. Чтобы деревянные настилы не унесло никуда в море. Вот так выглядит пляж в отелях Белека. Преимущественно весь пляж песок. Но есть небольшая галечная полоса, которая выбрасывается морем, размывается. Заход в море преимущественно тоже песок. И вот с этой небольшой галечкой, очень-очень мелкой. Направляемся к более активной зоне отеля, где расположены бассейны, аквапарки. Покажу сейчас вам, что подогревается, что нет. Вот здесь детская площадка и детский мини-клуб. Здесь же находится основной бассейн. Он просто зонированный бассейн один. Перетекает. Там аквапарк. В зимний сезон работают две горочки. Работают они час до обеда и два часа после обеда. И у них подогреваемая зона, куда, соответственно, из аквапарка ты выпрыгиваешь из горки. Основной вот этот бассейн не подогревается. И рядом с детским мини-клубом расположен еще один бассейн. Вот такой малышковый. Здесь есть тент летом, когда очень активное солнце и жарко. Вот этот бассейн подогревается. Итого, на данный момент в основной части отеля один общий большой бассейн не подогревается. Две горки. У этих двух горок два небольших бассейна. Куда выходят эти горки, они подогреваются. И вот этот вот небольшой детский бассейнчик, он тоже подогревается. Также в отеле есть крытый бассейн. Крытый бассейн работает. Там есть подогрев. Там есть зона джакузи. Территория отеля Папилона Иша. Идем в сторону спа-центра. Посмотрим, что есть еще в отеле. В отеле есть еще вот такая чудесная кофейня. Кафе Кхэрмони. Работает с 10 утра до 6 часов вечера. Здесь можно перекусить мутербродиками. А также, естественно, попить кофе с пирожными. Очень вкусные пироженки. Здесь варят достаточно хороший кофе. Также здесь находится спа-центр. Сюда мы обязательно еще заглянем. Здесь у них три парные. Сауна, хамам и финская сауна. И здесь же находится тренажерный зал. А здесь же находится скрытый бассейн. Бассейн крытый, подогреваемый. Есть отдельная детская зона, неглубокая. И взрослая зона. Мы пришли на завтрак в отель Папилона Иша. Прямо на входе встречает выпечка. Булочки прямо готовятся. Здесь же хлеб. Различная выпечка. Даже на завтраке есть картошка фри. Очень удобно. Все на русском языке подписано. Здесь картошка. Здесь нарезанная ветчина. Салат из индейки. Цветная капуста запеченная. Менемен. Шакшука. Здесь яйца вареные 3 минуты и 5 минут. Здесь стоечка с кашами. Каши несколько видов. Это манная каша. Это овсяная каша с молоком. Это рисовая каша молочная. Гречка с молоком. Гречка на воде. Рис на воде. Овсянка на воде. И манная каша на воде. То есть 3 вида каши и на воде, и на молоке. Здесь стоечка, где тебе делают сэндвичи. Колбаска, сырок. Здесь делают вафли. Очень удобно, что здесь сразу готовый омлет. Микс омлет. Омлет только с сыром. Здесь гренки. Здесь омлет с овощами. Здесь глазуни. Здесь просто яйцо. При ваше здесь все делают, соответственно. Здесь панкейки. Блинчики. Гизлиме. Так. Это у нас пончики. Очень прикольная подача сосисочек. Сразу на шпажках. Сосиски говяжьи. Сосиски куриные. И еще такие колбаски. Дальше стоечка с мюсли. Разные добавки. Разные хлопья. И тут же куча разных вареньей. Есть мед в сотах. Есть, естественно, йогурты. И к ним разные добавки. Отдельно тоже стоит мед. Не в сотах. Здесь халва. И разные джемы. Джемы, масло, сырочки. И также стандартная стоечка с салатами, колбасками и сырами. В отеле нет чего-то такого супер выдающегося из еды. Но всего очень много и очень разнообразно. Посмотрите только, сколько видов оливок. Можно себе собрать салаты. Разная зеленушка есть. Есть мята. Также в отеле на завтрак, обед и ужин есть стоечка с соками. Соки не юппи, но разведенные водой. Всегда яблочный, ананасовый, персиковый, вишневый, апельсиновый. Из них самый вкусный апельсиновый. Также есть баночное питание. Сейчас низкая загрузка, поэтому баночного питания очень мало. Но не пользуются спросом, потому что сейчас нет совсем таких малышей. И плюс на завтрак, обед и ужин всегда супы. На обед и ужин 4 вида супов. На завтрак 2 вида супов. На данный момент есть кукурузный суп. И написано суп из тарханы. И плюс ко всем супам всегда есть специи и добавочки. Очень удобно. Мы на ужине в отеле Папилона Иша. Начнем. Вот здесь вот станция всегда с чаем и кофе. Она работает на завтрак, обед, ужин. Есть как обычный черный чай, так и мятный, лимонный, чаи. Можно заказать официантом, можно собрать самим. Всегда стоит стоечка с соками. Соки не пакетированные, чуть-чуть разбавленные, но в целом ничего. На завтрак, обед и ужин всегда есть детское питание. И всегда на завтрак, обед и ужин большое преимущество отеля есть супы. На завтрак 2 вида, на обед и ужин 4 вида супов. Сегодня, например, куриный суп из гелин. Не знаю, что бы это значило. Суп из зеленого горошка и турецкий свадебный суп. А также куча-куча всяких специй. Здесь свежие порезанные овощи. Здесь специи. И все это с пояснениями, что есть что. В отеле сами пекут хлеб. Вот здесь вот как раз стоит парад конвектомат. И хлебушек выпекается. А здесь свежевыпеченный хлеб. И булочки. И здесь же всегда свежая выпечка. Пиде в том числе. Пицца, картошка. Все есть. Дальше зона с горячим. Так. Здесь у нас бюрек сыра. Рататуй овощной. Так. Это у нас просто рис отварной. Это гуляш из говядины. Каждый день ассортимент меняется. В основном продукты, из которых готовят одни и те же. Но меняются блюда. Это картофельное пюре. Это запеченная индейка. Либо рулетиком, либо отдельной индейкой. Здесь у нас лазаньи. Лазаньи есть почти каждый день. Фаршированные помидорки. Так. Здесь у нас рис карри. Выглядит очень хорошо. Здесь у нас баранина с овощами. Так. Здесь у нас курочка запеченная с лучком. Так. Картошка запеченная. Очень горячая. Не буду открывать. Так. Здесь у нас фарш с баклажанчиком. Здесь макарошки. Здесь отдельно сапагетти. И под них два соуса неаполитана и болонеза. Плюс сыр пармезан, пожалуйста. Азиатская стойка. Здесь у нас курица с соусом терияки. Так. Рис с овощами. Жареная лапша очень даже вкусная. Овощи в соусе сатэ. Так. Здесь у нас, соответственно, с гриля. Форелька. Овощи на гриле. Здесь шашлычки из курицы на гриле. Здесь котлетки на гриле. Также индийская стойка. Индийский хлеб. Рис басмати. Здесь овощное сатэ. Здесь овощи, капуста. Здесь баклажаны. Курица в соусе карри. Также на ужин и на обед всегда работает стойка с мороженым. Пожалуйста, несколько вкусов и плюс посыпки. Стойка с фруктами и с десертами. Очень вкусные десерты. Красиво оформленные. Иск достаточно красивой подачи. Есть чизкейк. Есть Анна Павлова. Есть традиционные турецкие сладости. И стандартная стойка с разными закусками. Есть салатные и салатные смеси. Можно сделать себе салат. Можно взять готовый. Здесь куча разных заправок. Также салаты. Есть свекла. Целиком и даже в салате. Потертое. Есть хумус. Несколько видов оливок. Они здесь всегда присутствуют. Сыры есть. Всякие солености. Всякие солености. И тоже тут разные салатики в масле. В ресторанах всегда хороший выбор. С учетом, что это зимняя концепция, выбор просто великолепный. В отеле Папилона Иша есть такой наутилус лаунж. Он предназначен для тех, кто заезжает в отель, ожидает или выезжает из отеля. На время между чек и на чекаут здесь можно полежать, отдохнуть. Находится на минус первом этаже. Здесь очень удобные мягкие диванчики. Никого нет. Можно полежать, поспать. Также на всех столиках есть вот такие QR-коды с меню. И официанты принесут напитки, если нужно. Очень приятный тихий лаунж. Никого здесь нет. Мало кто о нем знает. Мало кто вообще заходит на минус первый этаж. И две минуты, и вы в основном ресепшн. Здесь же, кстати, находится конференц-зал. Он сейчас занятый. Не могу вам его показать. Бильярдная комната. Тоже можно поиграть в бильярд. Еще можно поиграть в теннис.